Всем привет, с вами как всегда Техноарена, и сегодня я покажу топ 7 смартфонов с Алиэкспресс, от самого навороченного к самому бюджетному. Будут рассмотрены и озвучены все плюсы и минусы каждой модели. Также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылки, по которым можно посмотреть актуальные цены на данный момент, в различных онлайн-магазинах. Надеюсь, что это видео будет для вас полезным и поможет определиться с выбором. Взамен я попрошу вас поддержать меня своими лайками и комментариями. А чтобы не пропускать следующие видео со сравнениями и обзорами крутых мобильных гаджетов, советую вам подписаться на канал и прожать колокольчик. Если вы еще не заварили чаек, то сейчас самое время, ведь мы начинаем! Открывает топ флагман от компании Xiaomi, модель Mi 11 Ultra. Могу с уверенностью сказать, что на данный момент это самый мощный смартфон на Алиэкспресс. Он оснащен процессором Snapdragon 888. Имеет 12 гигабайт сверхскоростной оперативной памяти и 256 гигабайт внутренней памяти UFS 3.1. Телефон обладает топовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200 на 1440 точек и частотой 120 Гц, что делает просмотр видео сверхплавным и четким. Для пользователя также представлены технологии апскейлинга изображения, HDR-улучшения и уплавнялка для просмотра видео MIMS. На задней панели Mi 11 Ultra расположен дополнительный мини-экран. Он может показывать время, заряд батареи и уведомления, а также принимать входящие вызовы и использоваться при съемке селфи на основную камеру. Отдельного упоминания заслуживают камеры. Оптическая стабилизация, 5-кратный зум, 120-гибридный зум, ночной режим. По поводу автономности многие согласятся, что Xiaomi делает одни из лучших быстрых зарядок, которыми можно заряжать любую технику от смартфонов до ноутбука. 67-ваттная зарядка, идущая в комплекте, заряжает телефон с 0 до 100% всего за 38 минут. Время работы при максимальной яркости экрана и беспрерывном просмотре видео может достигать до 13 часов. Этот смартфон не только сам способен стремительно заряжаться и долго работать, но также готов поделиться своим зарядом. Например, с кейсом беспроводных наушников с помощью реверсивной беспроводной зарядки. Следующий в топе идет Realme GT на 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Первое, что бросается в глаза, это нестандартный яркий внешний вид корпуса. Спереди он ничем не отличается от обычного современного смартфона, но вот сзади выглядит необычно и красиво. Нескользящее покрытие, соответствующие фактуры и черная глянцевая полоса на манер спорткаров не только эффективно, но и тактильно удобно. В Realme GT установлен экран с диагональю 6,43 дюйма и Super AMOLED-матрицей разрешением 2400 на 1800 точек с частотой 120 Гц, что обеспечивает высокое качество картинки как при просмотре роликов, так и в играх. Также, как и в предыдущем смартфоне, здесь установлен мощнейший Snapdragon 888, который является эталоном среди флагманских устройств. Насчет камеры отмечу, что у этой модели отсутствует телеобъектив, но пятикратный цифровой зум присутствует в базовом наборе фокусных расстояний в меню камеры. Беспроводная зарядка отсутствует, но компенсируется быстрой проводной – около 35 минут с нуля до 100%, а также 12,5 часов автономности при нагрузках. В целом, Realme GT – это мощный смартфон среднего сегмента с весьма аутентичным дизайном, которого так не хватает многим топовым моделям. Недавно компания Honor представила новейшую серию смартфонов Honor 50. Сегодня речь пойдет о самой старшей модели. Honor 50 представлен с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Смартфон обладает AMOLED-дисплеем на 6,57 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек с частотой 120 Гц, как и предыдущие модели топа. Honor 50 работает под операционной системой Android версии 11 с фирменной оболочкой MagicUI 4.2, которая поддерживает сервисы Google. За производительность отвечает восьмиядерный Snapdragon 778G 5G вкупе с графическим чипом Adreno 642L, что дает превосходную производительность в любых программах и играх. Одной из главных фишек этого смартфона является камера на 108 Мп, с фазовым PDAF автофокусом, которое позволяет делать снимки сверхвысокого разрешения. За автономность здесь отвечает аккумулятор на 4300 мАч и быстрая зарядка на 66 Вт. По итогу, Honor 50 является отличным вариантом, если вам нужен камерафон с поддержкой сервисов Google. Напоминаю, что сравнить цены вы сможете на специальных ресурсах, ссылку на которые вы найдете в описании. Дальше по списку идет смартфон, который многие прозвали народным топом – Poco X3 Pro. И с этим трудно поспорить. За свою относительно небольшую цену он предлагает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, но это еще далеко не все. За производительность здесь отвечает процессор Snapdragon 860, что для сегмента данной модели является лучшим решением под любые задачи. Смартфон оснащен экраном диагональю 6,67 дюйма с дисплеем на IPS-матрице с Full HD Plus разрешением. Стекло выполнено по стандарту Gorilla Glass 6, также присутствует защита от влаги IP53. С помощью 48-мегапиксельной камеры от Sony этот смарт способен снимать видео с разрешением 4К 30 FPS, либо же Full HD 60 FPS, что не так уж и плохо, учитывая остальные преимущества. С автономностью у этого телефона проблем нет, благодаря аккумулятору емкостью 5160 мАч. Полная зарядка с 0 до 100 занимает чуть больше 1 часа. Одного заряда хватит на 10 часов просмотра видео. Исходя из этого, X3 Pro является лучшим выбором по соотношению цена-качество, что подтверждает статистика, ведь это самый продаваемый смартфон в данный момент. Продолжает топ смартфон Infinix Note 10 Pro. Первое, что выделяет эту модель из общей массы – огромный почти 7-дюймовый дисплей с высоким разрешением и частотой 90 Гц, который обеспечивает впечатляющие ощущения от фильмов и игр. Начинку представляет собой связка Mediatek Helio G95 ERM Mali-G76 MC4, производительность которой находится на уровне Snapdragon 720. Не флагман, конечно, но производительность приличная. Телефон работает на базе Android 11 с собственной оболочкой XOS 7.6, которую многие бы назвали перенасыщенной из-за предустановленных демо-версий различных игр. Но зато присутствует множество интересных функций, таких как жесты, темная тема, игровой режим, разделение экрана и прочих. Также присутствует полноценная поддержка Google Play и сервисов Google. Подводя итоги, скажу, что Infinix Note 10 Pro подойдет тем людям, которым уже поднадоели приевшиеся фирмы и они хотят попробовать что-то новое. Этот смарт определенно стоит вашего внимания. Следующий участник топа – новинка этого года, имеющая при себе 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти Realme 9i. В этом смарте стоит новейший восьмиядерник Snapdragon 680, который исполнен по 6-нанометровому техпроцессу. За графику отвечает ускоритель Adreno 610. Вместе этот тандем обеспечивает плавность даже под высокой нагрузкой. Телефон имеет при себе неплохой экран с IPS-матрицей, разрешением Full HD+, и частотой 90 Гц. Внутренний накопитель изготовлен по стандарту UFS 2.2. 4 ГБ оперативной памяти для 2022-го, конечно, не так много, но существует версия и с 6 ГБ оперативки. Также стоит отметить, что смартфон поддерживает технологию DRE, которая позволяет расширить оперативную память с 4 до 7 ГБ за счет использования внутренней памяти. Камеры в этой модели неплохие, но при низкой освещенности начинают понемногу сдавать позиции, однако это не критично. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, что дает до 8 часов автономности в режиме нагрузки. В целом Realme 9i – это отличная модель, которая определенно заслуживает внимания. Завершает подборку новинка от компании Xiaomi – смартфон Redmi Note 11 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Как и модель от Realme, здесь установлен новенький Snapdragon 684G. AMOLED-дисплей диагонали 6,43 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей обеспечит комфортное времяпрепровождение за вашим любимым занятием. Будь то чтение, фильмы или игры. Этот смартфон идет с новой оболочкой от Xiaomi MIUI 13 версии, которая отличается повышенной плавностью работы и удобством пользования. Модель имеет при себе достаточно солидный набор камер, в едином блоке объединены сразу несколько сенсоров. Основная камера на 50 Мп с двойным автофокусом, широкоугольная камера на 8 Мп, а также монохромный сенсор и датчик глубины сцены по 2 Мп каждый. Поддерживается съемка с разрешением до 8К. Это вполне приличный смартфон за адекватную цену, который имеет при себе все то, что нужно телефону в 2022 году. Не забывайте, что сравнивать актуальные цены на все смартфоны из данной подборки вы сможете на специализированных сайтах, ссылки на которые вы найдете в описании. Оставляйте свои комментарии, пишите ваше мнение о том, какой смартфон достоин места в этом топе и какой бы вы выбрали лично себе. А на этом все, оставляйте лайки, если вам понравился ролик и не забудьте подписаться на Техноарену, чтобы не пропустить следующее видео. Также нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых сравнений и обзоров на нашем канале. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!